Привет, это Саша, а это Паша, и вы смотрите второй выпуск шоу Конъюнктурщики, где мы говорим то, что вы думаете. Повторю еще раз, в этом шоу мы не высказываем свои мысли, а озвучиваем ваши. Вы спросите, где же мы их взяли? Да там же, где вы нас и смотрите, в интернете. Да, и если вам интересно именно наше мнение, смотрите его во влогах и обзорах на нашем канале. А сейчас мы выскажем ваше, все честно. Даже сценарий этого выпуска мы читаем по телесуфлеру, вот он, прямо перед камерой. И не стоит забывать, что сколько людей, столько и мнений, поэтому они могут не совпадать. Да, и мы тут именно для этого, чтобы высказать все ваши точки зрения и найти истину, которая, как известно, рождается в споре. Ну что же, давайте начнем. И сегодня мы поговорим о церемонии награждения The Game Awards. А что тут говорить? Все главные награды взяла вторая часть The Last of Us. Некоторые победители лишь вызывают недоумение. Анонсов было совсем мало, а единственная игра Nintendo, получившая награду, это награда за лучшую семейную игру. И получил ее Animal Crossing. Зато рекламы и толерантности было столько, что хватит на пару Оскаров. Впрочем, судя по некоторым вашим комментариям к нашему сюжету об этом событии, именно это многим и понравилось. Ну, значит, в следующем году всего этого будет только больше. Радуемся вместе. Лучше и не скажешь. А сейчас поговорим о действительно важной для вас теме. Об игровых локализациях. Да, с этим в последнее время у Nintendo большие проблемы. И из больших игр этого года локализовали только Animal Crossing. Причем тут локализация определенно удалась. А вот новый Paper Mario, к сожалению, не перевели. Как и Tokyo Mirage Session и Xenoblade Chronicles, где перевод был бы очень кстати. Сюжет там очень важен для понимания происходящего, а без локализации многие, увы, так и не разобрались во всех деталях и даже пропустили эти интересные игры. Ну, знаешь, если игра тебе действительно интересна, ты найдешь возможность самому ее перевести. Хоть со словарем, хоть с помощью вот гугл-переводчика в телефоне. Просто навел, и у тебя весь текст. В детстве ведь у многих не было вообще никаких локализованных версий, ничего. Проходили и Metal Gear, и Final Fantasy, и получали от них огромное удовольствие. Да, но представь, как бы это удовольствие взросло, если бы эти игры были на русском языке. Сколько смысла было упущено из-за непонимания глубины сюжета в том же Metal Gear Solid. В конце концов, сколько приходилось додумывать самому и спотыкаться там, где никаких проблем не было бы, если бы игра была переведена. Так видите, локализации бывают разные. Вспомни, хотя бы как из-за ошибки в пиратском переводе Silent Hill 2 игра становилась, в принципе, непроходимой. А это, между прочим, культовая игра. Из последнего примера, локализация киберпанка, где локализаторы написали столько от себя, чем Грифомасу, что впору за голову хвататься. А знаешь, кстати, почему Rockstar свою игру запрещает переозвучивать? Да потому что там в озвучку вложены какие-то гигантские усилия. Игра актеров, игра слов, отсылки, акценты. И все это пропадает в топорной русской озвучке. Да, но ведь есть же и примеры отличных переводов. Тот же Ведьмак 3, например, или Animal Crossing, или любой эксклюзив от Sony. И потом, не обязательно же все переводить голосом. Можно, как в том же VRDR 2 от Rockstar, сделать субтитры, и оригинальная озвучка сохраняется, и игроки все понимают. Да, но играть с субтитрами, это все равно, что разговаривать с красивой девушкой, умной, но при этом с большой грудью. Вроде ты следишь за сюжетом и за геймплеем, должен следить. А взгляд все время сбивается не туда, и в итоге суть происходящего теряется. Ведь гораздо лучше подучить язык и понимать, что происходит без этих костылей. К тому же, изучив язык, ты откроешь для себя целый мир оригинального контента. Те же фильмы, сериалы. На английском гораздо круче смотреть, чем в дубляже. Да и путешествия. В них язык тебе очень поможет. Какие путешествия в 2020 году? Согласен, но ведь локдаун тоже не навсегда. Зато представь, ты попал в другую страну, ты не озираешься беспомощно по сторонам, а разговариваешь с людьми, общаешься, читаешь исторические справки и прекрасно ориентируешься по указателям. Ты серьезно думаешь, что видеоигры просто помогут тебе выучить язык? Пять лет в школе и столько же в институте не помогли, а видеоигры такие раз... И сделали тебя полиглотом. Локализация позволяет поиграть в игру каждому, без сложностей и ограничений. Расширяет аудиторию и повышает продажи. Что дает надежду на появление различных спин-оффов, аксессуаров, сувенирки и прочих разных приятных вещей. Вроде стендов на выставках, косплеев, тематических встреч и коллабораций. Какие выставки в 2020 году? Только в онлайне же все. И опять же, на английском языке. И там уже без знания. Ну никак. Ты на презентацию просто не поймешь, о чем там говорят. Я уж не говорю про кривые синхронные переводы в ютубе. Хорошо, а вот еще ситуация. Ты приходишь с работы усталый, целый день сидел за компом. И даже если ты хорошо знаешь язык, ну хочется тебе вечером немного расслабиться. И просто ненапряжно поиграть на родном языке. Не вчитываться в название, не задумываться о переводе. И просто передохнуть за любимым развлечением. Если ты действительно хочешь отдохнуть за игрой, то ты выберешь что-нибудь простое. Там гонки, драки, шутер. Может даже мультиплей, там королевскую битву, что-то такое. То, где локализация никакого значения не имеет. А вот если ты решил засесть за финалку или за Xenoblade, то должен быть готов к серьезному сюжету и большим объемам текста. Без этого погружения в игру не будет. Вот именно. Полное погружение возможно только тогда, когда ты понимаешь все, что происходит вокруг. Что говорят персонажи, что написано в описании их предметов и в инвентаре. В некоторых играх даже обучение такое, что его без перевода не прочтешь просто. Но если ты готов ждать несколько недель, а то и лет до появления перевода, тогда пожалуйста. Но те, кто хотел поиграть в одну из лучших игр года прошлого, Disco Elysium, те уже давно его прошли на английском и остались просто безумно довольны. А остальные, что, до сих пор ждут перевода и получат его только в следующем году. Это может быть не факт. Быстрее было бы выучить язык. Не надо предать свое лень лень у разработчиков. Ведь они могли бы вместо перевода, например, сделать вторую часть или отличное дополнение к первой. Да уж давно переводом занимаются не разработчики, а аутсорсеры. Но под присмотром разработчиков. Поэтому современная локализация это такие же цельные произведения, как и игры на языке оригинала. А вот представь, что игра, например, вышла на японском, как в серии Якудзе. Или что ты предлагаешь в Ведьмака или в тот же Киберпанк играть на польском языке, на языке оригинала. Пш-пш-пш-пш. Именно. Если тебе действительно интересна серия Final Fantasy или Якудзе, то ради нее ты сможешь выучить и японский, и польский ради Ведьмака тоже. Ведь Цапковского у нас любят. Тем более, что игры выходят в Японии раньше. Та же Якудзе или Шин Мегаме Тенсей, например. А в Стиме вообще просто нет игр без английского языка. Так что знание языка это огромный плюс. Ну знаешь, ради одной серии изучать язык это такое себе. Можно потратить это время на что-то более полезное. Например, на семью или на то, чтобы заработать побольше денег и купить новую консоль. Кстати, все новые консоли уже локализованы. Почему же разработчики не хотят переводить свои игры? Да потому что это дополнительные траты. А кто за это заплатит? Мы с вами. И не факт, что эти траты окупятся. Вспомни, сколько игр было у нас переведено на ту же Wii U. И что, окупились эти игры? Слушай, ну это же не повод теперь не переводить даже основные нинтендовские игры, вроде того же Paper Mario или Luigi's Mansion 3. Да было бы что там переводить. Ну, просто многие считают, что раз вы не перевели игру, то я ее и не куплю, а, например, Спирачу. А вот это уже оправдание для противоправного действия, которое никакого отношения к локализации не имеет. Ладно, мы вступили в серую зону, а это тема для отдельного выпуска. В общем, я надеюсь, что мы привели достаточно аргументов как в пользу локализации, так и в сторону изучения различных языков. А я напомню, что это все были ваши мнения. Ну, а мы прощаемся с вами до следующего выпуска. Как обычно, укажите в комментариях, чья позиция вам была ближе, и предлагайте темы для следующих выпусков. Пока! Пока!